Помогите, просьба, великая просьба. Мы устали, правда, холодно, очень холодно. Почти 9 месяцев жители Восточного живут без горячей воды. Она как бы есть на бумаге, а на деле вода не намного теплее холодной. Ещё в марте жилинспекция обязала ТГК устранить проблемы и сделать людям перерасчёт. Да, дети болеют, потому что холодно. В ванне вообще холодно. Змеи их же холодные, приходится нагревать там, как-то уже стараться. Ну так вот чуть-чуть их только подмоешь, и всё, если что, так близким идём. Поэтому и бьём тревогу, и пишем, и всё. Сегодня мы выезжаем как раз по исполнению предписаний. То есть проверяем, исполнено ли на сегодняшний день предписание или нет. Здесь должно быть более 60, понятно. Сейчас мы сделаем замеры. Вот видите, 39 градусов. То есть это очень-очень низкая температура горячего водоснабжения только на воде. Затем температуру воды замерили в квартирах дома, по улице Яковлево, 18. Начальная температура 19, уменьшается. 17 градусов была начальная температура. Три минуты прошло, температура 27 градусов. Предписание мы выдали. ТГК-14 пытались обжаловать наше предписание. На сегодняшний день предписание апелляционный суд оставил в силе. Обязали произвести перерасчёт. И обязаны производить перерасчёт до тех пор, пока с точки водоразбора у потребителей температура горячей воды будет не ниже 60 градусов. То есть сегодня, завтра, вчера, вот все эти дни. На сегодняшний день уже сумма перерасчёта, которую мы требуем, срок исполнения у нас до 30 декабря уже составляет 155 тысяч. ТГК, видимо, решила не замечать проблему. Более того, люди могли сами обеспечить себе горячей водой. Но получили от тепломонополиста отказ и на это. В конце 17-го года на общем собрании было принято решение об установке бойлера на нашем доме, на 17-м. Но мы написали письмо, получили техусловие, вот они у нас есть, на установку этого бойлера. Но в итоге получили отказ от ТГК-14. Мы бы сами сделали ввод и сами установили этот бойлер за свои средства. Жители дома по улице Яковлево-18 не одиноки в своей беде. Также у нас исполнение предписаний по адресам Заиграевская, 29, Королёва, 14. То есть, видите, в разных точках Заиграевская, это Загорск, как бы, да, Королёва-Яковлево-Восточный. То есть, одинаковая ситуация. И жалобы идут на низкую температуру горячей воды. И везде факт подтвердился. На предписание МЖИ ТГК не обращает внимания. Перерасчёт монополист не делает и не разрешает людям самим решить проблему. А вот деньги за горячую, в кавычках, воду ТГК брать любит и берёт своевременно. ПАО ТГК-14 были уведомлены надлежащим образом. Видим, что, сегодня мы видим, в настоящее время, что на проверку исполнения предписаний они не явились. В связи с неявкой, с нами будут направлены материалы о привлечении к административной ответственности по статье 19.4. Кроме того, за неисполнение предписаний, первое наше предписание было не исполнено, о перерасчёте и приведении соответствия с нормативами линии горячего водоснабжения также были привлечены к административной ответственности по статье 19.5 и со штрафом 15 тысяч рублей. Арина Дашиева, Владимир Попов, телекомпания АТВ.